наш эфир продолжает программа час ивана денисова надеюсь что сегодняшняя наша связь не подведет в отличие от прошлой передачи и все будет в порядке здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушатели прошлый раз мы испытывали проблемы с интернетом который был на вашей стороне похоже проблема ну неважно будем надеяться что все хорошо пока вроде бы показывает что все хорошо и так будем надеяться да и так саммит в хельсинки я знаю вас на это есть свой взгляд вот поделитесь с нами этим да без него никуда нам от него не деться наверное весь выпуск сегодня получится с таким восточноевропейским уклоном но бывает я как обычно благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска но и до начинаем с хельсинки главный на самом деле вопрос который остается после этого саммита недельной давности это нужен ли он был вообще и если честно то первый ответ который приходит на ум личном нету скорее всего нет потому что в чем его смысл ну на самом деле пока непонятно возможно он прояснится позже когда мы узнаем о чем трамп и путин говорили один на один и вот у этого момента что я считаю саммит ненужным у него есть продолжение которому я вернусь но тем не менее положительные отрицательные стороны и начиная с отрицательных поэтому если вы со мной не согласны то все-таки не торопитесь звоните выражать не согласия дослушайте до конца так два момента которые мне не понравились в случившемся они связаны естественно с пресс-конференции и там прозвучало то чего звучать не должно было нам по моему мнению то есть даже исправлю первый момент это то что не прозвучало то что должно было бы звучать а второй момент прозвучало то чего не должно теперь объясняю что пытаюсь таким образом сказать когда помните вам говорил в прошлый раз свою идею свое мнение что любая подобная встреча она краткосрочная победа если встречаются глава цивилизованного государства и бандитского режима то это победа к пусть краткосрочной главы бандитского режима в любом случае второй момент это то что американские политики упорно не представляют себе кто по другую сторону и то и другое я считаю этот саммит подтвердил и то что трамп должен был сделать ничего он не сделал это обозначить свое моральное преимущество не только не свое лично а своей страны перед путинским режимом этого не было как хотите говорите но у меня не переубедить я этого не услышал я не прочитал я этого не заметил потому что любой знак равенства между америка и нынешней россии это ошибка как вы какая хотите но ошибка трамп ее совершил второе я понимаю момент очень спорный и он еще будет долго обсуждаться но тем не менее можно как угодно относиться к спецслужбам в своей стране но это свои спецслужбы они никуда не денутся трамп ими руководит даже зная о том какие гадости там происходили происходят и увы будут происходить и во все во встрече с человеком который как бы то ни было представляет спецслужбу странно враждебную а вне зависимости от отношений россии сша все это как они там теперь называются ну гкгб по старой памяти и американское развед сообщества они противники пусть даже иногда и сотрудничают но это бесспорно и открытым текстом говорить что вот трамп готов поверить представители этой самой враждебной спецслужбы это как хотите но тоже ошибка и серьезно и более того чем трамп усугубил эту ошибку он ведь даже не сказал что он не верит там клепперу бреннану и вот той всей публике которая себя дискредитировала он сказал что ко мне приходят мои люди деле выделяют коутс своего назначенца вот говорят тот 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 и да я все понимаю но тем не менее когда мне тоже самое точнее не тоже самое обратное говорит путин то верю я ему не очень хорошо даже если мы с вами исходим из того что в спецслужбах очень много людей так скажем среднего и нижнего звена которые стараются быть аполитичными вообще и которых ну мало волнует что с их находками и идеями делают верхушка так вот эти люди они имеют полное право почувствовать себя оскорбленными из-за того что у трампа не сложились отношения и я понимаю почему они сложились я никого не оправдываю и с насквозь прогнившей демократической компании которая была назначена разведсообществом руководить тем не менее ставить под сомнение деятельность спецслужб вообще это не очень хорошо и те кто трампа в этом поддержал они как хотите но мало отличаются от активистов black life matters которые протестуют против полиции вообще или против тех демократов которые протестуют против пограничной службы на 5 даже в свете последних разоблачений в бэр все равно я считаю было именно так если отвлечься уже от пресс-конференции перенестись на посмотреть на реакцию на нее то здесь я замечу что но то что многие республиканские сенаторы и деятели отреагировали критично и то что главный консервативный мозговой центр при этом подчеркиваю про трамповский они тоже представлю те кто занимается вопросами внешней политики трампа критиковали тоже не очень хорошо но подразумевает что во внешней политике все же некий консенсус должен быть но что меня больше даже пожалуй удручило я так скажу это то что по опросам достаточно большой процент республиканцев действие трампа как раз поддерживает почему мне это не нравится вам скажу что если республиканцы исходят из таких изоляционистских позиций что можно отказаться от утверждения американского преимущества и можно признать что представители спецслужб других стран заслуживает доверия куда больше чем свои то это означает что республиканцы создают такой вакуум потому что ну годов 40 50-х прошлого века республиканцы были как правило хардлайнерами за исключением нескольких демократов которые к ним их поддерживали и они в вопросах безопасности национальной куда более авторитетно если они этот вакуум создают он заполнится демократами а демократы я могу республиканцев критиковать сколько угодно но они свои демократы если этот вакуум заполнит то они все только испортит как бы я не критиковал в определенных моментах трампа и республиканцев я другую свою идею что нынешних демократов нельзя допускать к власти ни в каком ее проявлении и тем более в национальной безопасности я ее с удовольствием озвучу еще раз поэтому хардлайнеры сторонники жесткой или не как годных называйте они в республиканской партии должны сохранить большинство даже если это кому-то не очень не нравится демократов нельзя пускать ну вот это то что мне не понравилось теперь то что мне понравилось как ни странно очень много из того что может показаться минусами одновременно это и плюс поэтому например когда я сказал что сами то он по большому счету ну вроде бы не нужен то на самом деле это хорошо потому что он ничего не изменил и трамп нас тут я с ним согласен сам сказал что ничего ведь путину не отдали ничего такого не случилось по-прежнему все эти потуги вождя нашего имею ввиду же российского заполучить американских граждан для допросов большой кукиш американцы ему показали правильно сделали сам путин сказал что трамп считает аннексию крыма незаконной 200 миллионов помощи украине ушли то есть ну да покоробило то что трампу не сделал того чем я говорил это надо было все равно продолжаю считать сделать но так-то ничего серьезного не произошло значит порядок что касается реакции республиканцев и консерваторов ну да нужен консенсус я про него говорил но с другой стороны это нам показывает что есть здоровая позиция внутри партийная того как было при обаме сделает обама глупость демократа все за него нет от этого сенат сразу же во главе с макконнеллом сразу же объявил о том что готов еще санкции ужесточать этот старый принцип джеймса медисона сформулированы еще федералисте что когда многие в правительстве и в народе поддаются и сиюминутным каким-то убеждением то есть она должен их как-то так успокаивать вот это работает идея уилмара кендалла о том что когда президент слишком увлекается сотрудничеством зарубежными партнерами то сенат должен его конгресс но в данном случае сенат должен его ставить на место тоже работает значит все нормально американская система в порядке ничего страшного не происходит что касается возможных последствий от этого саммита со всеми плюсами и минусами которые я перечислил то здесь мне представляется три возможных вариант третий самый худший я все-таки думаю не произойдет этот который я обозначил что республиканцы уйдут все-таки в такой изоляционизм и выпустят на первую роль демократов это очень плохо это худший вариант будем надеяться что этого не случится вариант 2 что трамп будет пытаться и дальше искать ну вот уже до встречи он назначил пригласил вернее путина в штаты будет он искать возможности для переговоров будет может даже идти на уступки но здесь вариант окончательно он все равно будет не в пользу путина сам трамп сказал что если путин будет себя вести плохо станет худшим врагом и значит если какие-то уступки трамп ему допускают допускают в этой ситуации то либо сенат его сковывает по рукам и ногам ну не хотелось бы но с другой стороны такой возможности мы не будем исключать и начинает экономическую политику который конгресса в принципе должен заниматься уже последовательно антироссийскую проводить и трампу не дает развернуться либо сам трамп увидится действительно что с нынешним вождем российским дел иметь нельзя и тогда происходит то что происходит и наконец то есть набьет шишек по умнеет даже картер вы помните помню про картеры по умнел в одном предложении нельзя говорить а трамп я все-таки мне хочется верить по сообразительной картера и он так далеко не запустит все дело более случае с картером были реальные уступки они так как здесь ну и наконец вариант 3 который скорее всего и будет реализованы он самый вероятный это то что вот это самое обтекаемое выражение хорошее отношение с россией она будет президентом превращено в такой но есть вы знаете выражение политический футбольный мяч то есть она будет использоваться в риторике она будет использоваться в переговорах но дальше этого никуда не пойдет то есть как вот случилось после саммита что все поругались но не все я имею до критики трампа остались недовольны его поведением но действие то опять никаких не последовало значит ничего страшного но скорее всего так и будет и дальше и заметь само понятие это вот хорошее отношение с россией она уже настолько стала избитым что утратила какой-либо смысл на самом деле почти у каждого человека который произносит эту фразу у него свое представление о том что это и если собрать их воедино что считают хорошими отношениями представители российской власти что считают хорошими отношениями в окружении трампа что он сам считает что консерватор и так далее тому подобное то это все вот абсолютно противоречащие взаимоисключающие понятия поэтому и я думаю что так это будет озвучиваться но в реальность не перейдет по той простой причине что на самом деле хороших отношений у цивилизованной страны с адекватно работающей политической системой так вот быть хороших отношений с бандитским режимом ну в принципе не может там могут быть какие-то сотрудничества по определенным направлениям но хороших отношений быть не может они могут только разменные монеты понятия хорошие отношения в политической игре если трамп это понимает и так и будет себя вести то ничего страшного но с другой стороны то что консерваторы все-таки должны вот этот момент пусть чисто риторический но по-своему тоже важный а именно подчеркивать то что нельзя забывать о моральном превосходстве америки перед бандитскими режимами это надо обозначать ну и последнее что я наверное здесь скажу это многие из почитателей трампа готовы защищать каждое его слово каждое его действие и наоборот всячески пытаться не потому что они плохие ни в коей мере я как бы даже понимаю ход их мыслей но принизить опасность нынешнего российского режима ну напомню вам если таковы и есть среди наших слушателей две вещи во первых что для любого лидера листицы зачастую опаснее чем клеветники и поэтому любой лидер всегда должен какую-то критику получать другое дело что разумную конечно с консерваторами до давняя традиция более жесткой вопросов по национальной безопасности пусть так и будет еще раз говорю демократов нельзя поступает подпускать к этому поэтому стоит понимать что те кто критикуют трамп с этих позиций это ни в коей мере не враги и второй момент я вот тоже как раз озвучивал на повторю еще раз что всегда у любой цивилизации есть два врага это еретики которые внутри варвары которые снаружи вот очень многие совершенно наверное видя в демократах и их сообщниках в том числе в спецслужбах еретиков забывают о том что варвары тоже не дремлют и что вот эти две опасности они друг друга дополняют поэтому стоит помнить о том что критикуя врагов внутри них нельзя забывать о врагах внешних и если администрация трампа этот баланс выдержит то она будет безусловно удачный но этот саммит в хельсинки будем вспоминать а может и не будем вспоминать ну как не самый значительный эпизод ну вот наверное все что я скажу если сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово спасибо иван я напомню телефон студии 847 400 5200 а должен сказать оценка трезвая может быть может быть я соглашусь что риторика была хотя риторика имеет смысл безусловно но все-таки я полагаю что конкретные действия имеют больше смысла чем сама риторика я понимаю трампа человек он эмоциональный похоже он знает даже немножко больше хотя мы точно мы знаем и для на нас уже свалилась такой объем информации по поводу не побоюсь этого слова заговора против трампа и вот последнее то что стало достоянием гласности вот эти документы хотя они отредактированы там целые страницы просто вычеркнуты то есть травм на знает наверно немного больше чем мы и вот это состояние когда когда спецслужбы государства возглавляемые бывшим при вернее под руководством бывшего президента в то время он еще был президентом затевает против тебя заговор с тем чтобы не допустить тебя победить на выборах а потом уже после того как ты выиграл выборы попытаться скинуть тебя любой ценой я думаю никак от этого отделаться не может я я пытаюсь просто объяснить пытаясь понять его ход мыслей мыслей а его поведение вернее и вот он от этого никак не может избавиться и поэтому он поэтому его выступление это произвело такое впечатление шокирующее на демократов но и конечно вызвал не удовольствие среди консерваторов давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день его у меня первый вопрос у меня насчет коми он врал под присягой и это сто процентов доказано и почему-то на свободе продолжать еще быть и изучать под швы запах это одно а второе вы знаете вот укладывается в голове ничего не понимаю вот я читаю газету нашу чикагскую газету пишется что они русские вредные демократическую партию туда и 500 тысяч обладателей они украли они пытались что-то сделать но не один так и пишут номер один голос не пропал то есть они не могли влезть в избирательную систему а каким же образом они повлияли на итог выборов я до сих пор не понимаю нет же никаких практически физических доказательств нет как можно повлиять на людей которые все равно шли голосовали на кого они хотели их не уговаривали не голосуете понимаете это такое впечатление как будто бы работает это компания русские работают как телепатия на расстоянии на расстоянии на расстоянии умы этих демократов ходит и они поэтому плохо голосовали не голосовали за демократа клинтон я послушаю спасибо да спасибо большое я очень быстро потому что вижу времени мало что касается комит я очень надеюсь что он и клеппер и бреннон они еще будут отвечать за то что они наворотили и во что превратили спецслужбы это безусловно требует наказание что касается того что вы говорили с вами полностью согласен еще раз говорю не надо путать три вещи вмешательство попытка вмешательства это одно то что это попытка она неудачная и то что она никак не повлияла на результаты другое и то что трамп и к этому не имел отношение третье просто не надо все это смешивать а то что какие угодно попытки этого самовмешательства они там проходит по многим направлениям и и кибер терроризм и все что угодно то что за них российская страна так или иначе тоже должна отвечать это понятно но еще раз говорю не надо это смешивать с двумя другими пунктами никто не повлиял на мнение американцев понятно трамп ничего не указывает ни на на его связи эти два пункта тоже по моему очевидно не надо их смешивать ни в коем случае вы абсолютно правы иван но беда заключается в том что на протяжении полутора лет 24 часа в сутки семь дней в неделю со всех голубых экранов нас убеждали в том что трамп скооперировался и вы заметьте ведь цель специального прокурора как бы его задача и об этом говорили вот на протяжении всего этого времени найти связь кооперацию или калужин между трампом и кремлем понимаете если бы я говорил что для того и назначается спецследователь назначается чтобы подогнать под преступление кого-то к сожалению поэтому поэтому главная проблема поэтому трудно отделаться от этого ощущения потому что вы абсолютно правы есть так сказать кибер атаки и кстати сказать уж справедливости ради я думаю что китайцы нам нанесли гораздо больше вреда и гораздо глубже проникли в наше кибер пространство чем русские уж не обижайтесь но последний взлом менеджмента правительство там 23 миллиона данных на действующих сотрудников правительства и бывших сотрудников правительства то есть такие китайская народная армия открыла в америке там три тысячи компаний и в большинстве своем от айти компании как вы думаете на кого они работают то есть понимаете то что то что пытаются шпионить с помощью кибератага это не новое и и очень жаль что спецслужбы и мы знаем это уже стало фактом что сезон райис дала команду стей даун айтишникам чтобы они не предпринимали никаких мер по предотвращению проникновение русских в кибер в наше кибер пространство это еще раз подтверждает что это был просто заговор настоящий заговор поэтому отделаться от этого как бы отмахнуться от этого я не могу а уж я представляю состояние трампа на которого так сказать это все было направлено может быть это и способствует или объясняет отчасти некие неуклюжие действия которые вызывают такую реакцию хорошо давайте сделаем перерыв буквально пару минут после чего вернемся и прос продолжим обязательно примем все звонки никуда не уходите возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 400 5 2 0 0 если у вас будут вопросы пожалуйста звоните что касается справедливого суда над коми который нарушил закон или строком или бреннаном или клаппером ну строка скорее всего кинут под автобус а вот что касается этих фигур у меня на этот счет большие сомнения давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире добрый день господин денисов вы говорили о том что трамп говорил плохое об интеллигенции службы не этого не говорил я сказал что он обозначил то что верит службе другого государства при этом враждебный больше чем своим это не значит а он наслаждал службе он ведь путину он сказал что я путин путин представитель враждеба дайте же мне что-то сказать но если вы переверать мое славу я должен вас исправить я не перерыв говорю говорит что вот вкладывается вами служба называется перевирать вы сказали что он не доверяет своим службам вот уже правильно Хорошо, а теперь я вам скажу такое, что если он признает, что службы правдивы американские, значит, он будет подтверждать то, что они считают его, что он участвовал в заговоре. Нет, вот он должен был обозначить это так, чтобы ни у кого не возникло таких мыслей. Знаете, Рейгана пытались убить на деньги ЦРУ, было такое, тем не менее, он почему-то всегда за ЦРУ заступался, и когда стал президентом, то назначил туда весьма умного человека, ну, к сожалению, у Уильяма Кейс потом опухоль мозга случилась, поэтому финал его карьеры был таким сильно смазан. Но, тем не менее, значит, у Трампа есть подобная возможность показать, что он готов спецслужбы преобразовать, и что, несмотря на то, что верхушка, созданная демократами, прогнила, но что простые представители ЦРУ, АНБ, ФБР, что он на их стороне. Вот этого он не сделал. Вот в чем проблема. Окей. Хорошо. А теперь вы вот так вот говорите, что Рейган и ваш любимый Никсон... И Никсон это самый позорный режим, который был. В чем это выражать? Мы уходим в сторону, но тем не менее. Никсон был первым президентом со времен Гувера, кто пытался ослабить централизованную власть в Америке. Если он сейчас начнет рассказывать, повторять левую пропаганду о том, что он там кого-то преследовал, то сразу давайте это свернем, потому что это бред. Я не говорю о том, чтобы преследовал. Знаете что, мы уже заняли 6 минут времени, давайте мы на этом пока остановимся, перейдем немножко, поговорим о другом, а то мы так до бесконечности будем пикироваться и убьем время. Давайте-ка поговорим вот о чем, что вызвало тоже множество вопросов. Это дискуссия Такера Карлсона с президентом Трампом по поводу Черногории. Да, я постараюсь очень быстро и, может быть, немного залезем после рекламы. Дело в том, что разговор Путина, интервью с Карлсоном, Такером, Карлсон сказал, что вот почему там мой сын должен умирать в Черногории. Кстати говоря, он же не в первый раз повторяет, по-моему, и зря это делает, все-таки в Америке наемная армия. Трамп сказал, что да, вот там люди агрессивные, могут нас втянуть в войну, чего ему говорить, конечно, тоже не следовало. Ну, во-первых, потому что он невольно процитировал Чемберлина 1938 года, я сразу говорю, я не ставлю знак равенства между Мюнхеном и Хельсинки ни в коем случае, но, тем не менее, созвучия немного было, что те, кто там далеко, лучше нам туда не влезать. Но проблема даже не в этом, проблема в том, что Трамп вот тут сделал очень серьезную ошибку, за которую демократы не ухватились. И я сейчас очень быстро попробую объяснить, почему. Дело в том, что в Черногории там не так давно была попытка госпереворота, и более того, эта попытка, она странным образом совпала с тем, что в Черногории там такой очень тоже ушлый лидер Джуканович, он стал разрывать отношения с Россией и указывать, что его больше интересует НАТО. И вот сразу после того, как ранее такой дружественный Путин, Джуканович вдруг стал смотреть на Запад, то образовалась эта попытка переворота, в которой участвовали несколько сербских националистов, один из которых, такой, внимание, Ристич, даже почему-то показался на одной фотографии с Лавровым, когда Лавров там где-то был, ну, предположим, это совпадение, просто попал в кадр. А вот то, что один из организаторов этот человек, там, по одним данным, по фамилии Широков, по другим Шишмаков, это из ГРУ, которого ранее выкинули из Польши за соответствующую деятельность. Вот это, вроде бы, подтверждается. И, таким образом, все указывает на то, что этот переворот, он руководился, понятно, откуда, если не напрямую, то из Москвы точно. И когда Трамп выбрал именно Черногорию, то действительно у людей предвзятых здесь появилась возможность сказать, что, вот, Путин пытается прихватить Черногорию, а Трамп, вот, отказывается за нее заступаться. Тем не менее, демократы пока этого не сделали. И я вам объясню, почему. Дело в том, что этот самый переворот, точнее, его попытка, они происходили осенью 2016 года. И вот те самые представители низших, так сказать, эшелонов спецслужб и АНБ и ЦРУ в первую очередь, они слали сообщения о том, что, вот, да, все указывает на то, что это из ГРУ, все указывает на то, что будет переворот, а на них никто особенно не реагировал, потому что те самые представители из верхушки спецслужб, они осенью 2016 года, как вы помните, были заняты совсем другим, а именно охотой, собственно говоря, на Трампа. И если сейчас кто-то вдруг уцепится вот за эту реплику президента и демократов, то она по ним очень больно ударит, потому что, вообще-то, в том, что Черногория чуть было не была упущена и чуть было не стала жертвой этого переворота, который бы подчинил ее путинскому режиму, это было целиком и полностью на совести Обамы и всей его внешнеполитической и разведывательной комарильи, так назовем. Поэтому, да, я, конечно, очень быстро, чтобы оставалось время на последний сегмент, но, в общем, Трампу, да, надо помнить о том, что все-таки маленькие страны, их тоже надо защищать, но то, что история из Черногории, это, на самом деле, куда большая проблема администрации Обамы, истеблишмента либерального, внешнеполитического и разведывательного, которые как раз проигнорировали, еще раз повторяю, находки обычных агентов и аналитиков, вот об этом тоже не забывайте. Так что, и то, что Трамп нам об этом напомнил таким образом, ну, наверное, это даже хорошо. — Уважаемые дамы и господа, мы сделаем небольшой перерыв, я вижу у нас масса звонков, но буквально через пару минут мы вернемся, продолжим, никуда не уходите. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Иван, прежде чем перейдем к следующей теме, может, примем звонки? — Ну, давайте попробуем. — Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — У меня вопрос такой, что я получил от какой-то, по-моему, республиканской газеты имейл на мой имей-адвес, и там сказано, что будто бы Клаппер признался, что... — Да, я понял, спасибо. То есть на CNN во время интервью, вернее, в программе Эндерсона Купера, Клаппер сказал, что Обама несет ответственность, и он как бы контролировал всю эту ситуацию со слежкой и с назначением специального прокурора и так далее. То есть он это сказал, он это сказал в прямом эфире. — Ну, хорошо, значит, припекает, как говорится. — Ну, начинает потихоньку сливать, потому что чем больше копают документов, тем больше это становится очевидным. Поэтому, ну, есть такая тактика, знаешь, отчасти потихонечку-потихонечку вбрасывать, чтобы перекипел, чтобы котел не взорвался. Это известная тактика. А следующий звонок, добрый день. — Да, добрый день. — По поводу встречи в Хельсинки. Есть проблемы, которые, конечно, Америка может решить без России. Но это будет гораздо труднее сделать. Главное, по-моему, это проблема Израиля и Ирана. Потому что, по-моему, это даже более важная проблема, чем наличие такого огромного количества ядерного вооружения в мире. И без России ведь понятно, что даже если как-то стараться это все развести, Россия всегда будет вставлять палки в колеса, мешать и подталкивать Ирану Иран к противодействию. Поэтому то, что Трамп хочет договориться насчет этого, я не сомневаюсь. Это одна из основных причин, почему он хочет говорить с Путиным. Ну так-то оно да, но просто всегда надо помнить, что с такими людьми, как Путин, всегда надо ждать какой-то гадости. Если Трамп это осознает, то хорошо. Ну, на сегодняшний день все наши израильские корреспонденты, во всяком случае, однозначно заявили о том, что непонятно в соревновании между Путиным и Трампом, кто выиграл, кто проиграл. Но то, что от этой встречи Израиль выиграл однозначно, они это утверждают, они это видели, они это понимают, они это чувствуют. Следующий звонок. Добрый день. Слушаем вас. Сережа. Да, слушаем вас. У меня такая просьба. Вот до этого звонит мужчина все время. Он пусть готовит вопросы. Так можно его слушать. Он пока звонит вам и думает, какую вопрос задать. Кто это такой? Не знаю. Обратите, что... Я не знаю, Иосиф его зовут, не знаю. Пожалуйста, Иосиф вас зовут. Феликс его зовут. Пожалуйста, готовьте вопрос. Понятно, что времени не терять, понял. Вспонял ваше пожелание. То есть, если у вас есть вопрос, то сразу заранее формулируйте, чтобы не терять премию. Хорошо, а как вы думаете по поводу этого совещания? Надеется ли Трамп, чтобы Путин помог с Северной Кореей? Я думаю, да. Это тоже традиция старая. Как раз, кстати, восходит к Никсону во многом. Это пытаться, чтобы спорные такие страны с Дальнего Востока и Советский Союз или Россия, чтобы они друг на друга как-то замыкались. Я думаю, да, Трамп и есть такая идея. И вот здесь, кстати, что-то может получиться на самом деле. В решении северокорейской проблемы, безусловно, Россия могла бы помочь. Я не знаю, поможет или нет. Потому что, хоть мы дружим якобы с Северной Кореей, но, сами понимаете, такого психопата под боком иметь нам тоже так. Даже Путину не очень приятно. Окей. Давайте-ка вот о чем поговорим. Мария Бутина, новая звезда, шпионская, что, как, почему, расскажите нам. Да, это, в общем, такая история. С одной стороны, очень может быть, что все это так и останется, пройдет мимо вас вторым-третьим планом, и слава Богу. Тем не менее, я бы вас просто хотел предупредить, чтобы вы не очень поддавались на призывы деятелей отечественной оппозиции за нее заступаться. Ну да, сейчас, конечно же, я вижу, что ее сравнивают и реакцию на нее с историей Олджера Хиса. Здесь надо быть осторожнее, потому что Хис был высокопоставленный чиновник. Бутина кремлевская проститутка. Уж не обессудься, но лучше не скажешь. Но просто она действительно ухитрилась рядом с очень многими республиканцами и консерваторами примелькаться. И я вам говорил, что за своих, конечно же, будь то судья Рой Мур или Джим Джордан, до последнего надо их защищать, пока нет твердых обвинений. Бутина не своя, и от нее вот демократы тогда цеплялись за Хиса и сильно нажили себе проблемы на много лет вперед. Все, кто с Бутиной так или иначе соприкасался, должны от нее сразу же, как это, да, drop like a hot potato. Я немного объясню, что это такое. Я наблюдал, чем она занималась здесь, то есть в России. Ну, во-первых, это абсолютно кремлевская девушка. Ну, не девушка, но тем не менее. Она появилась на одном из этих молодежных единороссовских съездов. Потом, вроде бы, была помощницей близкого Путину человека по фамилии Торшин, которым очень интересуется в Европе из-за его связи с организованной преступностью, в свою очередь. И вот организовала она эту, вроде бы, правильную организацию право на оружие, но заметил я, что она очень интересно себя вела. Я лет пять назад общался с отечественной, так сказать, право-либертарианской позицией. И она там все время была рядом. Более того, я знаю, она проявляла интерес к одному проекту, над которым я работал, но, к счастью, мы с ней так и не пересеклись, а то сейчас бы я тоже был в не очень удобном положении. Ну, вот, и получалось так, что она, вроде бы, рядом с этими альянсами, партиями крутится, а потом они вдруг начинают поддерживать партию правительства, хотя числятся оппозицией. Я не хочу сказать, что она их на них так влияла, но то, что она явно была каким-то координатором в их действиях, ну, по-моему, это как бы безусловно. И то, что она всегда числилась представительницей кремлевской этой самой компании, ну, ни для кого это секретом не было. Когда начались агрессивные действия нынешнего режима на Украине, и аннексия Крыма, и все эти интервенции тамошние, то Бутина была среди тех, кто активно поддерживал, меня даже помню, они там звали на какие-то митинги, но с этого момента я уже стал, к счастью, от этой самой нашей оппозиции все больше и больше отходить, и за 2014 год, кажется, со всеми связи благополучно разорвал. Ну, ладно, это не обо мне речь. Ну, вот, а Бутина была такая вся из себя партийная девушка, потом вдруг она исчезла. Далее пошли материалы о том, что она, оказывается, на Украине создавала подобную же организацию, вроде бы с красивым названием «Право на оружие», но подбивала людей, которые в нее так или иначе входили, выступать против украинской власти и поддерживать Путина. Насколько это правда или нет, не знаю, но украинские средства массовой информации об этом писали, и не бульварные, поверьте мне. А потом вдруг всплывает она в Америке, сейчас, я знаю, там ее связывают с Полом Эриксоном, что не очень хорошо, потому что Эриксон, ну, не звезда консервативного движения, но и, тем не менее, не сказать, чтобы совсем никто, все-таки более-менее серьезную роль он играл. И то, чем она занималась у вас, ну, это явно, что пыталась лоббировать какие-то интересы нынешнего российского режима, насколько серьезно, насколько далеко, насколько глубоко она пролезла, мне сказать трудно. Этим пусть занимается суд, и суд же пусть определяет степень ее вины. Я-то все-таки думаю, что, ну, ничего плохого она, к счастью, сделать не успела, но скомпрометировала многих. И демократы, к сожалению, этим воспользуются. Поэтому, повторюсь, с чего я начал, все, что надо делать, это от нее дистанцироваться всеми силами. Если ее выкинут из Америки, замечательно, если посадят все-таки и признают ее в чем-то виновной. Ну, извините, я, может быть, это слишком злорадно, но я буду считать, что это ее настигло поэтическое правосудие. А к вам, уважаемые слушатели, у меня только одна просьба. Если вы услышите, что она оппозиционер, и что за нее надо заступаться, вот на это не покупайтесь ни в коем случае. Это абсолютно кремлевский персонаж, и пусть она получит то, что заслужила. Ну, наверное, да, здесь мне стоит уже прерваться, так как и времени мало. Я думаю, я донес до вас свою мысль по поводу Бутина и ее ареста. Спасибо, Иван. Да, действительно, мы мало знаем об этом человеке, единственное, вот информация о тех, кто знает. Спасибо большое, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.